Древние городища Жамбулской области представляют собой важные памятники истории и культуры, связанной с Великим Шелковым путем. Этот регион, находящийся на пересечении ключевых торговых путей, сыграл значительную роль в обмене товарами и культурой между Востоком и Западом. О нескольких таких городищах в следующем материале. Аккертас представляет из себя руины некого строения, возведенного из огромно темно-красных каменных блоков. Строители комплекса владели удивительными для своего времени инженерными технологиями. По одной из версий ученых, Аккертас мог представлять из себя Несторианский монастырь с келями для монахов. Другие настаивают на том, что монастырь был буддийским. Часть исследователей отождествляют Аккертас со средневековым городом Касрибас, некогда стоявшим на Великом Шелковом пути. Сейчас среди ученых популярна версия, что Аккертас был арабским дворцом, построенным в 714-715 годах нашей эры. Однако достроить его так и не успели. Почему? Остается загадкой. Французские археологи сняли четкий точный план топографический этого объекта, нанесли его на планы более ранних объектов, которые были обнаружены в странах Ближнего Востока, это Сирия и Иордания, и сопоставили их с дворцовыми комплексами Самары, это в Иордании, в Сирии находятся. Они сошлись. Отсюда и вывод, что все-таки этот объект имеет арабский след, то есть и архитектурный стиль, раз, и техника применения строительства, архитектуры, два, и строительный материал. Тюрки так не строили, ни архитектурный стиль турков, другой совсем, и строительный материал. Тюрки в основном строили либо саман, ганч, глина, либо обожженные кирпичи. Кулан, в свою очередь, также представляет собой ключевой торговый пункт. Его расположение на пересечении нескольких торговых путей способствовало быстрому обмену товарами, включая шелк, специи и драгоценности. Город стал местом встреч разных народов, что привело к взаимопроникновению культур и традиций, оставив яркий след в истории региона. Об этом уникальном городе хорошо пишет и знаменитый арабский путешественник, географ в 10 веке Аль-Магдиси. Он описывает город как с мощными фортификационными сооружениями, большой базарной площадью внутри города, где шумит гомон купцов на разных языках с разных стран мира. И там же он описывает, что там есть соборная площадь, на которой стоит соборная мечеть. Мечеть это уже говорит о том, что здесь вовсю процветал ислам мусульманский, мусульманство в 10 веке находилось. Ну и соответственно были кварталы ремесленников, гончаров, ювелиров, кожевенников, краснодеревщиков и так далее, кузнецов. Эти городичи не только служили торговыми узлами, но и стали местом встречи различных культур, религий и языков. Они способствовали обмену знаний и технологиями, что привело к развитию науки, искусства и ремесел. Жамбулская область с ее уникальными историческими памятниками продолжает оставаться важным объектом для исследований и туристических маршрутов, позволяя глубже понять богатое наследие Великого Шелкового Пути и его влияние на формирование культуры региона. Ильдар Гизатуллина, Солжан Шамкент, Айканахпарат.